Доброе утречко! Я уже приготовила завтрак, себе кофе, Кирюшке чайок, бутрики. Сейчас Кирюша проснётся уже до конца и поиграем с ней с утра в ферм. Кот здесь уже что-то кушает. А, вы знаете, что он кушает? Он кушает булку. Он взял со стола, украл булку, когда одела бутерброды, и вот теперь он её ест. Не кот, а уникальное создание. Ну да ладно, тебе снег тоже. Доброе утро и приятного аппетита! Погода сегодня на улице мерзопакостная на улице. Моросит дождь какой-то непонятный. То дождь, то не дождь. В общем, сыро, пасмурно и неприкольно. Но самое главное, что не холодно. Ещё с собаками надо выйти погулять. Самое-самое, что я не люблю делать в такую погоду и вообще зимой, и вообще в холода, это выходить с ними гулять. Но надо. Ладно. Кирюшенька! Зайчик уже идёт. Пока Кирюша идёт, я соберу игру. Там нужно две нам собаки. Большие. Раз, два, три, четыре. Маленькие. И по кубику. Один и второй. Снег, уйди, пожалуйста. Это не тебе. Это нам с Кирой. Мы сейчас будем играть. Ты всё-таки уронил. Ну, ты посмотри на него. Уходи. Снег. Кира, снег уже мне мешает. Давай сюда бегом. Так, и каравал. Доброе утро. Кира, я еле справилась с ним. Что это было? А что разбилось? Ничего. Я не буду терпеть, что он будет емельцать. Держи. Я не буду терпеть, положи его туда. Просто надо стульчик подвинуть. Стол подвинуть немножко. Мы не уйдем. Не, нормально? Всё. Уберись от меня. Снег, уходи. Наконец-то Кирюха проснулась. В общем, ладно, мы будем завтракать. Не хочу. Играть. Не хочешь играть? А я-то хотела отыграться. Всё равно завтракаем. Я сейчас знаю. Ты сейчас за телефон сядешь, а я не хочу, чтобы ты с телефоном сидела. Поэтому я сейчас тоже кладу телефон. Ты кладёшь свой. Мы играем, завтракаем. И всем по традиции что говорим? Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. А другого хвоста. Какой хвост? А другого хвоста. Кира, он просто не может понять, почему у тебя, у человека, есть хвост. А знаете, о каком хвосте Кира говорит? Ну, в общем, о своём, который у неё там, вот. Хвост. Хвост. Ладно. Пока я не положу телефон, Кира тоже не положит телефон. Поэтому, ребята, прощаемся с вами, и мы завтракаем. Кира, давай на раз, два, три. Раз. Кира, два. Кира, три. У нас с Кирюшей идёт такая серьёзная игра. Мы уже несколько раз остались без вообще стада. У меня тут куча уже свиней. А на что их можно поменять? А где? У меня тоже, у меня здесь четыре. Три свиньи на корову. Я меняю три свиньи на корову. И... Триста пятьдесят пятый раз уже прыгает отсюда. Кира? Три. Три свиньи тоже на корову. А это всё твои, да? Угу. Ты себе собак, может, возьми? Я-то защищена. У меня стадо защищено. Так, что мне теперь делать? Я хожу. Два зайца. У меня только адзу. Беру один. Ты уже можешь поменять на маленькую собаку. Да. А мне нужно... Что мне нужно? А мне нужно две коровы, чтобы получить лошадь. Но мне нужна ещё одна корова. Два зайца. Ты обходила, я обходила, я обходила. Ну, что ты сделала? Поменяла? А, собака взяла? Баран, заяц. Баран, заяц. Заяц, заяц. Заяц, заяц. Да, что ж такое? А... Три свиньи, это корова. Ну, что ж. Два зайца. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я могу поменять. Давай. Что у тебя? Лошадь, заяц. Я меняю... Нет, я не меняю, я рискну. Заяц, лиса. А-а-а-а, я отдаю собаку. Ну, хорошо, хоть не зайца всех своих. Ты всё уже? Я меняю шесть зайцев на баранчика. Я беру на свиньи я. А теперь я меняю одного барана на собаку. Всё-таки мне нужна собака. Маленькая собака спасает. Вот это сейчас у нас пойдёт интересная игра. Интересно, кто кого. Баран, заяц. Баран, заяц. Баран. Так, два барана я меняю на свинью. Есть. Я тоже на свинью. Можно походить. Лиса! У меня опять лиса, я снова отдаю собаку. Кира, так нечестно. Ходи. Ква-ква-ква. Баран, заяц. Опять надо куча баранов. Баран, лиса. Да, я отдаю всех своих зайцев. Ходи. Это уже как-то несерьёзно, мне кажется. Свиня! Я моя свиня! Кстати, свиньи, если вдруг нету, то ты можешь их у меня менять. Ты знаешь это? Так, я хожу. Баран, лиса. Лиса. Я опять ничего не беру. Барана не беру, а заяц я отдала. Всё. Твой ход. Кира? Да. Как вы думаете, кто выиграет, Кир? Как ты думаешь, кто выиграет? Я думаю, что я проиграю. Мне и в картах не везёт, и вообще нигде не везёт. Поэтому я вчера проиграла, а сегодня проиграю. Проиграю. Баран. 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 Два барана. Тебе повезло, два барана. А у меня свинья и заяц. Если ты два барана, иди меняй на корову. Давай. На свинью. А я меняю три свиньи на корову тоже. Я тоже, так что мне сразу тоже нужно найти корову. Вот. Ешь, да? Три, два, три, три. А теперь я хожу, потому что мне уже нечего менять. И я беру зайца. Фух, один хотя бы заяц у меня есть. Корова, заяц, прикинь. Заяц и корова. Вот это мне везет. Мам, может, ты уже будешь менять, наверное? А мне не на кого менять. На лошадь? На лошадь две коровы. Ну, я сейчас поменяю, но мне все равно не хватает. У меня еще должна быть мелкая собака. Как бы я не хотела, мне еще надо куча баранов. Так что ходи. А теперь я меняю две коровы на лошадь. И у меня есть зайцы, бараны, свиньи, коровы, лошади, собаки. Шикарная была парча. На самом деле такая долгая, но шикарная. Ну что, я с собаками. А ты кровать застелишь. Да-да-да-да-да. Кровать собрали одну. Вторую. Тут уроки Кирюшка делает. В общем, завтра-то в школу уже. Поэтому сейчас у нас полным ходом идет подготовка к завтрашнему дню. Да, дотя? А еще я сказала, чтобы продали вот эту доску, которая стоит и никому не нужная. Никто на ней никогда ничего не делает. А еще сказала, чтобы забрали у нас телевизор, потому что тоже абсолютно бесполезная вещь для нашей семьи. Мы его не смотрим, не включаем. И вообще он не нужен. Я не хочу дома телевизор иметь. Вот ты когда его в последний раз смотрела, дотя? Ты помнишь? Ну как бы я дома не ночевала. Я только сегодня дома ночевала. Нет, ты вообще его не смотрела, даже когда ночевала. Перед тем, как к бабушке уехать, мы его вообще не смотрим. У нас есть планшет. У нас есть планшет. Я бы смотрю кино, по нему смотрю. Ну никакого кино. Мы в кинотеатр ходим, и кино в кинотеатр смотрим. Все, делаю уроки. Телевизор я отдаю. Я не хочу себе иметь телевизор. Если когда-нибудь мы захотим, мы себе купим другое. Этот пус. Забирает и едет в другую семью. Так, что я хотела? Там я уже пеленки постирала. На улице у нас погода какашка. И даже не знаю, чем заняться. Кира, чем заняться? Я думала в кино сходить. На терминатор. Не хочешь на терминатора? Можно я уроки сделаю? Да, все, сори. В общем, Кира делает уроки. А я на чай сейчас себе сделаю. Выпью чаечко. Кира, делай тебе чай! Да. И Кирюшке сделаю чай. В общем, будем сегодня целый день сидеть на чай. Думала пойти купить этого, как я вам, щавля. Но не хочу идти в ту сторону. Есть причина, по которой я на данный момент не хожу на базар и ничего там не покупаю. Так, это первое. А в мегамаркете у нас щавель стоит почему-то сумасшедших денег. Просто невероятно. Что-что? На базар за щавлем? Но надо будет тогда не только щавля купить. Надо будет еще купить в мегамаркете или на базаре. Там кусочек ножки или крылышко из мяса. Так что можешь, в принципе, сходить. А ты можешь зайти к папе и сказать ему, папа, мне надо купить то-то, то-то, то-то. Он тебе поможет. Пойдет с тобой и купит. В общем, Кира тогда у меня сходит. Когда сделаешь хотя бы два урока. Сходит в магазин, а я потом сделаю зеленого борща. А на зеленый борщ мне нужна картошка, морковка, мясо. Короче, у меня вообще ничего нет. На самом деле, реально ничего. Так, зато у меня есть чай, который мы сейчас будем бить. Кира сейчас какой-то новый прикол. Рисовать у себя на лице. Короче, она никак не может отойти от Хэллоуина. И сейчас будет рисовать себе на лице такое пироженка. Идти с таким пироженком на базар. Кстати, у тебя классно получается именно рисовать на лице. Через зеркало. Через такое зеркало? А где твое зеркало большое? Да ладно, уже рисуй, Кирюшка. Потому что уже почти два часа дня. А если мы хотим, чтобы у нас был суп сегодня, то нам надо все приготовить. А еще Кире надо стул новый. У нее стул сломался, посмотрите. Вообще не знаю. Посмотри, там только одна... Один винтик. А три отпало. А где они вообще три делись? Я не знаю. У меня есть только один. Короче, стул поломан. Не знаю, что с ним делать. Это я настолько делала. Куда подевались винты? Нет, я не знаю, что с ним произошло. Но, короче, не знаю. Ты, кстати, сейчас придешь к папе и скажешь ему, что у тебя поломался стул. Я не знаю, как его починить. Я не соображаю и не понимаю. Но если ничего не получится, то шокера. Будешь временно делать на табуретке, на кухне уроки. А стул потом тебе купим. Все равно этот стул мне никогда не нравился. Ну что, покажи, как там у тебя через зеркало. Посмотрю, получается. А, ты делаешь просто... Покажись. Делаешь маленькую. А я бы, честно говоря, вот именно контур нарисовала бы карандашом для глаз. Да, можно. И у тебя бы получилось намного бы аккуратней. И дивану смывай гуашь. И карандашом для глаз нарисовала. И было бы классно. Кстати, у тебя же есть где-то наклейки с блёсточками. Может быть, ими ты сделаешь себе? Не, ну ок. Наконец-то. Кирюшка уже нарисовала себе свои кексики, шмексики. А сейчас мне говорит, мам, я хочу подводку. Ты сейчас идёшь, Кира, к папе. Можешь зайти к Оле рядышком. Посмотреть, есть ли у неё подводки. Кто это? Ну, там, где химия продаётся. Или сейчас будешь идти, зайти в Еву Ватсон. Рядышком магазин возле папы. Дорожение лица у неё такое, как будто я ей говорю, что она должна на Марс полететь. Или зайти сейчас в Еву Ватсон, посмотреть, сколько стоит подводка, и всё, и к папе. Ты всё равно к нему сейчас идёшь. Милая, милая, ты красивая, гордая сильная. Гордая сильная. Она моя, моя, моя. Всё, ты уже оделась? Она, типа, уже оделась, и всё, и выходит. Давай я тебе помогу. Ну, я сама, сама. Сама, сама. Как-то так она всегда смешно одевает. Сразу две руки, а потом... А потом курточку. Ты, кстати, сделала себе пироженку под цвет своего пальто. Я старалась. И возьми с собой рюкзак какой-нибудь. Туда положишь в рюкзак сразу же и щавель, и... Щавель. Щавель. И что ещё? И мясо. Вот. А остальное я всё выйду здесь куплю, потому что ты не донесёшь. Там ещё нужно пару картошек, морковка. В общем, разные разности. И капюшон, окей? Угу. Телефон. Всё. И тебе огромное спасибо. Жду тебя с продуктами. Да-да-да. Деньги обязательно. Всё. Пока-пока. Пока. Орешка мне уже принесла щавля. Орешков. Что там ещё? Снег. Что ты там нюхаешь? Там солёные огурчики. Так. Это тоже сюда. Ты тебе не надо. Вот снег. Твой дяди-то здесь. А ещё Кира купила себе подводку. Отчего ты смываешь свой мейкап здесь? А, не захотелось. А где подводку? Покажешь? Да. Чёрт. 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 Это понятно, что чёрт. 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 Правда, она ей нужна. Не знаю. В общем, я же говорю. У Киры косметики больше, чем у меня вообще. В принципе. Вот у неё косметика. Ай, больно. Снег. Там целый чемодан у неё косметики. А у меня на самом деле, что у меня? У меня тушь. У меня подводка. Вернее, для ресниц. И всё. Это всё, что у меня есть. Это моя тушь, Кира говорит. Я у неё тушь своровала. Мама, я на день рождения дарила. Кто? Вера. А, Вера на день рождения. Точно. Ну, ничего страшного. Боже мой. Тебе что, для мамы жалко туши? А себе купить? А зачем мне покупать, если у тебя есть, Кир? Вот я, например, сегодня вообще не красилась. Что она делает? Я в шоке. Так, ладно. Я тут подогреваю обед. Тут сейчас буду готовить супчик. Не овощной, а зелёный борщ. Или щеблёвый борщ. По-разному его называют. Сейчас Кирой покушаем. Кира доделает уроки. Пойдёт гулять. А я пойду куплю морковки и картошки. Мама, я тебе сделала нормальный макияж. Что ты говоришь? Слушай, вы мудрец. Что ты ещё раз скажи? Я, Тоби, сделаю макияж. Ты мне сделаешь мейкап? Я, Тоби, сделаю макияж. А зачем мне макияж? Я хочу тренировать на макияж. Да, это не сегодня. У меня что-то сегодня голова болит. Ты будешь лежать спать, а я тебе накрашу. Хорошо, я согласна. Я буду лежать спать. А потом тебе сделаю прическу. А, нет, прическу не хочу. Только ты сделай, пожалуйста, уроки. Мне осталось тики-тики-тики. Выучить стих, насколько я знаю, да? Ещё и кенгуру. Так что вперёд. Обед наш готов. Кирюша! Обед готов, Снег. Иди, пожалуйста, свой обед кушай. И не надо лезть в наши тарелки. Доча, пошли покушаем, потому что я там уже всё насыпала. Идём. Идём, идём, поедим. А потом уже будем всё остальное делать. Потому что нужно поесть. Всё, приятного аппетита. Спасибо. Я наконец-то себя осилила доделать суп. Здесь у меня уже щавель, который сейчас я порежу. Что-то у меня доготавливается морковка, картошка и мясо. В общем, они довариваются. Потом заброшу щавель и всё. И супчик мой на сегодня готов. Как-то я очень тяжело сейчас беру на себя обязанности мамы. Или обязанности вообще готовки и уборки. Потому что абсолютно нету никакого желания вообще ничего делать. Ну, действительно, вообще нету желания. Если раньше я что-то делала, то я делала это для мужа. Я делала это для быта, для комфорта, для уюта. То сейчас у меня вообще нету почему-то никакого желания делать ничего. У меня, можно так сказать, просто тупо опустились руки и всё. Особенно сегодня у меня вообще ничего нет. Знаете, как вот бывает волнами. Периоды волны. Волна позитива, волна негатива. Волна позитива, волна негатива. Но вот сегодня у меня целый день волна полного негатива, полной апатии и вообще ничего. Ещё понимаю, что завтра... Сильно включила. Что завтра Кире в школу идти, и я остаюсь сама. И мне вообще так грустно, одиноко. Но зато я завтра пригласила девочку себе сделать маникюр. Потому что после завтра уже Кирюшке уже день рождения. Я типа должна быть красивая. Ну, типа. Вот так вот. Ещё бы настроение мне хорошее. Было бы вообще классно. И ещё мне нужно завтра пойти купить бумагу упаковочную. Потому что мне нужно упаковать подарки. Или хотя бы пакеты. Потому что в пакеты нужно подарки положить. Не хочется дарить один пакет, и в том пакете будет несколько подарков. Да. Пакеты или бумага. В общем, на это мы всё переносим на завтра. И завтра ещё нужно собакам купить корма. Потому что сегодня они у меня голодают. Ну, как голодают? Нет. Ну, чтобы вы там не подумали, что они вообще полностью голодают. Нет. Я им даю есть просто обычную еду. Ту, которую едим мы. Но я такое делаю очень редко. И очень-очень редко. Они у меня чаще всего, конечно, сидят на корме. И обычную еду я им не даю. Почему? Потому что, во-первых, у меня у Мишки эпилепсия, ему обычную еду есть нельзя. Во-вторых, Шанти начинает очень сильно поправляться от обычной еды. А в-третьих, если я начинаю давать им обычную еду, то они просто перестают потом есть корм. А мне легче, чтобы они ели корм. Заканчиваю варить суп. Иду за Кирюшкой на улицу, заберу её. Как раз выгуливаю собак. Завтра в школу. Сегодня домой нужно пораньше. И ещё нужно с ней повторить стих, который мы сегодня учили. Учили и вроде бы как выучили. Но стих действительно, он просто нескладный. Он больше как, как по-русски сказать, мысли поэта. И поэтому его немножко сложно выучить. И мы, когда с Кирой учим такие стихи, то есть я и начинаю рассказывать, о чём думал поэт в этот момент. Или о чём картина, о которой он рассказывает. Чтобы она понимала, о чём она должна рассказать. Ну, вроде бы как, более-менее мы его оселили. Ещё нужно будет повторить вечером пару раз. И всё готово. Ладно. Я за суп. Я уже вышла с собаками. Купила корма. Забрала Кирюшку, которая шла за пепси. Я купила себе скитл с Кирой. Ты ж за пепси шла. А я вспомнила, что у нас дома кола лежит. А, я поняла. Ясно. Всё, собаки, идём кушать. Готовиться к школе. Спать. И всем... Всем до завтра, ребят. Всё, пока-пока. Мы домой.